Добрый вечер. И мы продолжаем освещать мероприятие. Это конкурс красоты. Миссис Россия Вселенная 2018. И сегодня самые яркие гости. Донна Луна Венеция, прямо из Венеции, приехала, чтобы вручить победителю и также организаторам свои ювелирные изделия, потому что она владелица ювелирного завода. Я бы сказала, что я владелица театра. Но завод тоже есть, если честно. На самом деле я появилась в самом начале этого прекрасного мероприятия, потому что одно слово завораживает. Мисс Вселенная и Россия. Я же всегда говорю о том, что все начинается с России, что самые красивые женщины в России да простят меня итальянки. Действительно это так. И я получила огромное удовольствие, потому что я сегодня была за кулисами со своей феей Ольгой Золотой. И получила огромное удовольствие, работая с девочками. Когда мы им подбирали образы, их было 30 человек. У нас такая приятная усталость. И была возможность с каждой пообщаться, посмотреть ей в глаза, увидеть ее мечты, желание что-то делать. И действительно это был потрясающий опыт. У меня был такой первый. И победительница, которая даже не победительница, а та девушка, которая мне лично произведет на меня впечатление в процессе вечера, я ей вручу сертификат на 500 тысяч рублей. Она может прийти и сделать для себя индивидуальное украшение, потому что я работаю индивидуально с такими цифрами. Это человек, который должен... Я должна знать, кто это человек по знаку зодиака. Это должен быть талисман ее мечты, либо амулет ее мысли. То есть, ну это вообще такая непростая работа. Поэтому девушка, которая мне лично понравится, получит такой сертификат. А всем остальным девушкам я желаю всего самого наилучшего, потому что я вас всех видела, я вас всех знаю, я вас всех успела полюбить. И давайте делать продолжение, давайте встречаться. И, может быть, победительницы полетят со мной на бал в Венецию. И ваша жизнь станет сказкой, потому что я чувствую, я вижу, как вы все хотите сказку. Но ваши же украшения, они не простые, они волшебные. То есть у девочек потом будут сбываться мечты, какие-то их желания. Я права? Ну, во-первых, я, конечно, если, ну, я скажу честно, талисман делается индивидуально. Чтобы он заработал на это, нужно приличное время. Потому что у человека есть, скажем, ну, назовем это кармические какие-то узлы, которые нужно развивать. Но есть камни, которые сопутствуют вашей удаче. Например, если вы козерог, то вам нужно носить, в общем, черный агат от сглаза. То есть есть камни, которые, ну, как вода, да. Если вы пьете чистую воду, либо она может быть не очень чистая. То есть камень – святая вода. Я всегда привожу пример на святой воде, потому что это очень просто понять, да. То есть она вам дает некий такой хороший посыл. Но амулеты-талисманы делаются, конечно, индивидуально. Это непросто. И, скажу вам больше, очень важно работа над собой. Почему я говорю девочкам, что я буду делать все для того, чтобы ваша сказка продолжалась. Поэтому вы пишите, звоните, ищите нас. Я действительно, ну, мне действительно хочется, чтобы у каждой из них что-то сложилось. Потому что, я не знаю, у меня есть, допустим, курсы, как стать звездой, как стать ведущей, как стать певицей. Так как моя жизнь, я делала, я сама была собственным продюсером в своей жизни, мне очень легко это рассказать, поделиться опытом, потому что и время, и возраст мне позволяют. А мы созданы для того, чтобы мы делились нашим опытом, чтобы каждая маленькая богиня стала большой, красивой богиней, сильной, мудрой и доброй, конечно. И сохранить вот свою истинную эту чистоту и красоту, потому что я действительно получила огромное удовольствие сегодня. Это была Донна Луна Венеция, великая женщина, которая сделает вас богиней. Ирина Михеева, специально для канала «Шоу Вименс». Субтитры создавал Донна Луна Венеция, тема клуба поступит. Ирина Михеева,